Таджик вступился за Узбека в Москве, причем в роли обидчиков выступили полицейские. Пока толпа мигрантов смотрела на происходящее, гражданин Таджикистана беседовал со стражами порядка. Причем он не грубил и не дерзил, а приводил в качестве аргументов законы. И, кажется, знал их лучше, чем сами полицейские. Несмотря на доводы, которые пытались привести сотрудники, Таджик одинаково хорошо апеллировал как к Конституции, так и к Гражданскому кодексу и иным законам. И пытался всеми силами отстоять гражданина Узбекистана. Он хочет, он вас требует, все 5, пункт 5, ФИЗЕ, у законов полиции. Чего вы объяснили? Почему удостоверение в развертанном виде показывает? Я вижу, что вы молодого человека задерживаете и не можете его права объяснить. Ребята, ребята, мы прочитаем, не обязаны. Это вы обязаны подходить. Сейчас вы попадаете по 280 часа, а сейчас 2 УК и РФ. Вы говорите не в рамках законов. И ваши знания не соответствуют закону Российской Федерации. Я знаю, что законов не освобождает. Хорошо, почему не выполняешь статья 5, пункт 5, ФИЗЕ, у законов полиции. Он требует вас. Почему? Что, молодой человек? Хорошо, он поясняет, он удостоверится, что вы из-за трудной полиции или нет. Почему не выполняете? Статья 5, пункт 5, ФИЗЕ, у законов полиции. Вы меня слышите? Ты тоже слышишь? Не надо мне тыкать. Мне закон не обязывает, чтобы тебя уважать. Не надо мне тыкать. Мне закон не обязывает, чтобы тебе уважать. Я к вам обращаюсь на вы. Вы обязаны ко мне обратиться, как вы. А мы обязаны, как хотим. Не надо так, как вы хотите. Почему? Не выполняете? В рамках полиции. Брехов, вы дали ваши документы. Статья 5, пункт 5, ФИЗЕ, у законов полиции. Вот сейчас уже грамотно, в рамках законов. Это культурно. Давайте соблюдаем закон и конкретно будем говорить. Это служебное, то есть государственное. Сделано за бюджет государства, то есть за наш бюджет. Каким образом запрещено? Каким статьям? Вы знали, что в России демократия. Каким номером? Ваше знание не соответствует. Вы говорите, к влету. Сейчас вы врете. Тот же статья УК РФ. Давай, не подожди, а просто говорим. Нет, я вижу, что как вы с ним обращаетесь. Это мой брат. Меня Ильдар зовут. Смотрите, молодой человек, почему вы не можете пояснить его права? Честность и уважение его, почему не оберегаетесь? Права, не однократно. Каким образом? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!